Первое, это подъем плеча и встряхиваем его. Потом открыть шлюз, открыть ключи шлюза, наоборот, прошлись. Третье, это открываем шлюз и кулачком как бы спускаем в лужу. И кровь видим, что мы выводим от центра к периферии. Далее мы переходим на ягодицу. С ягодицей мы работаем как? Ну, во-первых, растираем, это я уже говорил здесь, да, и поперек, и параллельно, и по диагонали, и крестец отдельно. Отдельно даем крестцу много внимания. Здесь мы прорабатываем еще точки. Во-первых, выносочнение крестцово-подвздошное. Во-вторых, точки на самом крестце. Точке выхода нервных окончаний из крестца. Показать. Вот эти вот, видите, крестец это опять сросшихся костей. Между ними есть четыре выхода для нервов. Эти места мы также прорабатываем. Чтобы еще раз не бегать вокруг человека, там же мы, собственно говоря, и продолжаем. Значит, локтем мы первое, что прорабатываем, во-первых, можно проработать в конкретной точке. Седачник начинает вот здесь. Как его обнаружить? Ну, так, условно, визуально, да? Вот, ставим примерно точку на выходе бедра, на вот этой косточке, где ямочка, да? И на седалищную, на седалищной кости. Сейчас покажу вам, смотрите. То есть, получается, вот седалищная кость, на которой мы сидим. Здесь рисуем точку на теле, ну, проекцию точку на теле человека. Вот тут рисуем точку, и вот тут рисуем точку, и тут ямочка обычная, вот в этом месте. Получается такой треугольник у нас, да? Ровно по биссектрисе, из углов этого треугольника, да, получается, вот тут, в этом месте, идет, начинается всегда дальше нерв. Это все вот эти вот, из чего он образуется? Все вот эти вот нервные корешки, конских хвостов, называемые, от первого, ой, от двенадцатого, примерно, грудного отдела, вместе со всеми вот этими, объединяется в один толстый нерв, который вот отсюда начинается. И чаще всего здесь, собственно, проблема и начинается, потому что грушевидная мышца, его пережимает, передавливает, прижимает, как раз к этой косточке. Вот это точки рисуем треугольник до верхней точки и до седалищной кости. Получается, на пересечении 10 треугольника, у нас точка куба начинается седалищный нерв. И он, мы проработаем локтями, да? Я поэтому пишу первую, и целая техника – это работа по точкам. Места крепления мышц, ну, опять же, грушевидные мышцы, тут их много, я все их почесать не буду, там, большая доля, средняя, конечно, малая, конечно. Прикрепление их с этой стороны, коллекцию деревянных костей. Так, растирание, вернее, глубокое проминание ягодиц по мышцам как сюда, в эту сторону, так и в обратную сторону. При повороте ноги он смеет, похоже на пир, но потом не будет становиться. Так, глубокое проминание. Далее рисуем птичку, вот такую, крестца, да, с двумя подковами. Вот он прием, нож входит в масло, когда мы вдоль, сейчас что-то нарисую, вот или в гребенную подушку костей. Вот тут идут ребра, плавающие. И на вот эту квадратную мышцу надо растянуть вдоль, не попав ни на ребра, ни на кости, гребенную подушку костей, иначе будет больновато. Это у нас в тело входит от пальца, расширяется, расширяется, все приблечься целиком. И может кому-то там будет позволено еще и локтем сделать, да. Ну, с локтем поосторожнее. Если это еще будет такой удар, то это достаточно болезненно. Поэтому иногда мы, особенно с худенькими людьми, доходим только вот до этой зоны, до расширения. Расширяем, расширяем. Мы нарисуем вот так вот направление. Вот наше предплечье, кулак. Соответственно, все наши движения локтевые делаем так, чтобы мы скользили мимо асистых позвонков. Ни в коем случае их не касались, на них не давили. Это достаточно болезненно, да и просто говоря мне нужно и неприятно. Просто у некоторых людей бывает, выпирают естественные позвонки, и когда мы будем работать, да, иногда бывает, что можем задеть. Поэтому просто будьте внимательны. Так, дошли несколькими движениями. У нас входит масло. У нас входит масло. И продолжаем локтем обрабатывать концентрическими кругами. Раз, два, три, четыре. Приближаясь вот к этой точке. Ну, ямочки вот тут есть. Особенно у женщины они более ярко проявлены. Далее, мы перевозим руку над подвозвучной костью, да, и подбиваем ударная техника ее в нескольких местах. Таким образом, мы еще больше декомпрессируем тазовую часть от вот этой точки камня преткновения. Так, записываю. Это подбитие подвозвучной кости. Шестое. Вернулись назад. Ну, симметрично, да, вот это рисует. И начинаем делать спиралевидные движения вдоль позвоночника по паравертебральным мышцам. Снизу вверх наше движение идет. Локтем с утяжелением. То есть, вторым локтем ударим тоже сильно. Руки можно держать, как хотите. Можно так, можно так, можно так. Впиваясь в гребень под... То есть, тут практически мы такое, знаете, во-первых, растирание, да. Во-вторых, глубокое разминание. Во-вторых, декомпрессия, да. Потому что идем снизу вверх. И, в-третьих, декомпрессия за счет того, что мы сочленение... На осистый отросток это нажимать нельзя. Но можно нажимать на реберно-позвоночное сочленение. Соответственно, движение идет именно вот в эту сторону. И еще раз вам показываю, как это происходит. Видите, вот где сам осистый отросток идет. А его сочленение с ребром выше. Выше на два пальца. То есть, там два-три сантиметра для него. Поэтому, с этой стороны, с левой, у нас движение идет вот так вот. По этой стороне, да. В эту сторону закручивается спираль. Справа идет спираль, закручивается в другую сторону. Учтите, это очень важный момент. Кстати, многие массажные кресла я не использую, не приемлю. Именно поэтому. Потому что, вроде бы, нужно декомпрессию делать. А у них вращаются шарики, что-то маленькие ролики, в обратную сторону. Понимаете, они как бы компрессируют наш позвоночник. Соответственно, еще раз показываю. Вот здесь примерно проходит реберно-позвоночное сочленение. Первый раз прошлись, да. Второй раз прошлись. Ну, для тех людей, которые такие мощные, да. Закаченные или там спазмированные. Прямо можно острием локотка, да. Иногда даже просто, давай-давай, жми здесь. Один раз пришла девчонка хузенькая, анорексичка. Она тоже, вроде кажется, как бы не сломать. Нет, она просила, давай, жми именно локтем. Там посильнее, как перед их местами. Поэтому здесь мы можем даже добавить рывковое качание. И также можно услышать хруст. Это хруст, опять не путайте, не в самом позвоночнике. Это в реберно-позвоночном сочленении, которое, при изменении которого, он также тянет за собой и сам позвоночник. Далее проход делаем побольше. Такими более массивными движениями. Ну, чтобы по ребрам не было больно, вы можете перейти на другую часть локтя. Вот на вот эту часть, да. Либо вот на вот этот рюбанчик, плоскостью. Плоскостью ведете, будет полегче человеку. После этого применяем технику рубанок. Так, вот здесь подружкости, так, спирилевидная. Так, седьмое техника рубанок. Рубанок, для что значит? Это мы глубоко растираем уже массивно всю вот эту зону. То есть, если, да, мы там работали отдельно с лопаточной зоной, с икодичной, да, с поясничной зоной, то сейчас мы рубанком обрабатываем всю вот эту часть. Итак, что мы делаем? Берем руку, кладем уже плашмя, то есть работаем всем плечем. Захватываем вот так, вот как раз похоже движение на рубанок. И тут, в принципе, захват может быть любой. Может так захватить, можете так, можете вот так захватить. Как угодно. Ну, вот для демонстрации я делаю так. Значит, вдоль всего тела проходим четыре полоси. Потом большими мазками проходим вдоль линии роста мышц. Законичные мышцы вот как раз тут, да? Ну, соответственно, вдоль этих мышц делаем натяжение. Вот такое большое. Вдоль широчайших мышц и вдоль трапециевидных мышц. Трапециевидные мышцы вообще-то отсюда идут в полигонали к углу лопатки, да? Поэтому вот я, чтобы было понятнее, внизу вот капотную стираем. Как вы пытаетесь обвинять за палку, как можно дальше. Вот это вот все техника рубанок. Соответственно, закончили ее, да? Переходим теперь на растирание парадольное. Двумя руками с техникой роллинга. У нас руки ходят параллельно, если немножко подкручиваются. От самого плеча, да? От трапеции в верхней части, да? До верхней части, да? Выходим вот так. Пречи, кулачок и все. Прошлись. После этого мы ставим лодочки. Начинается бегата на яхтах, да? Ставим лодочки. Первая лодочка – это вот здесь. Растянули. Там плавающие ремра, там почки. Там нам не надо давить, нельзя туда скучать. Мы просто внедряемся ладонями, растягиваем и несколько секунд тянем квадратные мышцы. А там, где выше начинается лёбра, да? От двенадцатого позвонка. Ой, не двенадцатого, а десятого грудного позвонка. Мы уже делаем короткое движение. Умебрились – раскрылись. Умебрились – раскрылись. Это такие… Это не массажные движения. Это именно мануальные движения. Они кивательные, вот такие. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Стараемся таким образом расшатать и растянуть реберно-позвоночное сочленение. Так, это… Вот я изображу таким маленьким. Раз, 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 раз. Следующее движение. Достаточно одного прохода, тут не надо много делать. Далее у нас подключаются локти. Мы внедряемся в тело человека перпендикулярно позвоночнику. Доходим до предплечей и растягиваем позвоночник. Доходим и растягиваем. Доходим и растягиваем. Пошла как бы лжерегата, да? То есть, сами… Это вот… Растягивание позвоночника локтями – это символизирует то, что локти ушло вперёд, а это на водной глади образовались вот эти вот… как и называется… шлейф такой. Вот эти небольшие. Нарисую. И последний такой можно сделать на трапеции, уперевшись в шею и в плечо. То есть, вот так вот растянули её, да? Так… Восемь… Регатно напишу… После этого мы переходим непосредственно именно к декомпрессии, такой достаточно жёсткой. То есть, смотрите, мы растягивали, растягивали, расшатывали, расшатывали, да? Распирали, распирали, толкали, толкали. В общем, практически уже всё подготовили. Теперь… Вот эти вот яхты пошли, когда, да, плыть, мы, как бы, условно, эту зону делим на четыре части, четыре подхода, видите, с плечом, да? Потом на три части, потом на две части. То есть, два раза делали такой проход. И потом на одну часть, когда делаем одну часть, у нас рука вот эта встаёт на… Давайте, если я продолжу рисовать… Встаёт на крестец. Делает в нём упор. А вторая рука, локоть находится с той стороны позвоночника от вас, да? Не задеваясь, если отростки. Она делает расшатывающие движения вот так и снизу вверх. Причём эта рука действует так же, но в противоположную сторону. Она тянет вот сюда, но не сползает. Не сползает она с крестца. В противофазе мы растягиваем позвоночник ещё раз. И расшатываем его. И потом идёт мощное давление, когда у нас ставится теперь уже на вот эту точку. Рука дальняя от головы, да? А ближняя рука, начиная с реберка, именно с десятого ребра, она вертикально, мощно растягивает позвоночник. Опять будет слышно в местах, и там до восьми, может быть, щелчков хрустов. Траст таким образом осуществляем. Так, это я напишу. Тут ребята. Первая. Это девятое. Напишу. Это будет относиться к сотенам этой. Девятое – это вот сила расшатывания, да? Девятое – это, собственно говоря, траст. Думаю, что это движение называется «бульдозер». Чтобы легче вам, не такая метафора, чтобы легче вам нагрузить. не запомнив и каток асфальтовый каток так и после этого переходим к обработке лопатки значит растерли размере мы еще здесь да может дополнительно еще раз локально растереть здесь для согрева заводим руку за спину второй рукой локтем через шею проникаем под плечо для этого вторая наша рука локоть кладется возлагается на крестец мы держим локоть руками управляя этим локтем то есть надо нам залезть грудную мышцы проводить или это видно мышцы впереди тучок да мы предпринимаем руку назад отводим и и свободной рукой тут в основном работаем только только у которой вы за головой там по которая на крестце она одного случая отдыхает во вторых растягивать крестец дальше все-таки декомпрессирует повесили сюда и третье она управляет локтем проработали потом растянули лопатку уперевшись сюда другую руку сюда то есть можете растягиваем передние мышцы здесь зубчатые мышцы растягиваем потом обратную сторону далее положили ну два-три раза сделать учили лопатку она освободилась протряслие чтобы она легла за локоток может потрясти дать понять человеку что он расслабился он как бы бывает зажимаются люди да это автоматически раз понимаешь что надо отпустить все свои мышцы все свои проблемы отпустить наконец и далее растерли вот эти мышцы которые крепятся к лопатке со стороны позвоночника да растерли ладони растерли кулачком растерли локтем локтем потом проделали то же самое декомпрессию что делали вот вот его техники да опять в эту же сторону 1 давайте растяжку лопатку напишу это растирание на колено не отсюда актива техника когда мы доходим до верхней части терапевтиевидных мышц мы этой второй рукой свободы да можно побольше их открыть растянуть то есть мы лопатку не тягиваем ну причем уже оттягиваем назад получается назад расширяя освобождаем эти мышцы дополнительно прорабатываем их локтем когда нужно открыть лопатку побольше да мы опускаем локоть ниже к столу лопатка получается раскрывается перед вами можно залезть глубже под нее после этого мы переходим к точечной технике точки и триггер напишу соответственно основная точка это у нас вот здесь между кремиальным отростком и ключицей потом по середине расстояние до края лопатки потом на краю лопатки с одной с другой стороны и несколько точек вдоль лопатки там выкрепится аппетитная мышца и румовидная мышца далее просто вибрации заходим на папку там точка 3 до 4 это у нас локтем выговаривались извините давно преподаю уже поздновато не локтем а кулачком то есть мы пока еще держим локоть да а кулаком проходимся перпендикулярно волокнам трапеции а волокна идут вот так тут сверху тянутся куда-то тянутся а тут синего тянутся вверх соответственно прорабатываем проходами вдоль этих волокон в сторону лопатки от центра к периферии опять опять от центра к периферии так это вот вибрации кулаками опускаем локоть и отдельно прорабатываем две круглые мышцы мы знаем полигон полигон так как вы поднимали лопатку в принципе я вам здесь рассказывал можно еще раз приподнять протести и опустить высвобождая энергию ну и шестое это мы проходили мануальную правку уже об этом я сейчас не буду здесь рассказывать здесь только подготовительные массаж подготовительные техники а в дальнейших видеороликах я уже расскажу о непосредственной мануальной правке костей узналков тазовых таза ног ушей и так далее поэтому не отключайтесь подписывайтесь на наш канал ставьте обязательно нам лайки но то что вы смотрите нас только смотрите это зря на самом деле потому что вам нужно прийти сюда здесь больше знаний дается дается прямо в ваши руки и вы это все проверяете на практике для того чтобы максимально быстро эти знания не ушли не потерялись а были внедрены в вашу практическую жизнь я надеюсь вы уже работаете этими методами и прекрасно зарабатываете повышаете ваши доходы вместе с нами ой и да будет вам счастье